Ассаляму алейкум, дорогие друзья, телезрители и все те, кто сейчас вместе с нами в прямом эфире программы Манез де Маселе. Торговля является одним из главных источников дохода в исламе. В одном из хадисов пророка Мухаммада, саляллаху алейкум, говорится, занимайтесь торговлей, поистине в ней заключены 9 десятых пропитания у дела. Этот хадис раскрывает нам всю значимость торговли как выгодного ремесла. А гости нашей сегодняшней студии расскажут нам, как правильно в наше время нужно начать бизнес и торговлю в рамках дозволенного создателем и что нужно делать, чтобы ваша торговля процветала. Ассаляму алейкум арахматуллах, у нас сегодня в гостях Руслан Хаиргельде, на ИПМАм центральной мечети города Алматы и Ерден Кулахметов, предприниматель. Ну вот очень актуальный и насущный вопрос, который касается каждого из нас. Как начать правильный бизнес? С чего начать? В рамках дозволенного создателем, конечно же. Что мы подразумеваем под честным заработком, под честным бизнесом, Раке? В bot, а саляму алейкум арахм Suite. Честный заработок, честный бизнес, честная торговля. Об этом и обо всем сказано в Коране. И в Суне пришла к рафе. И как сказал Аллах в Коране, то есть поистине Аллах дозволил торговлю и запретил ассевтичество, то есть проценты. Заливание, что сегодня наша вещь, она развита очень сильно. И честный бизнес, честная торговля, честный, это может физический труд, это может честный бизнес какой-нибудь, но хотелось бы сказать, что мы не должны забывать о том, что какая бы у нас не была профессия, какая бы у нас не было бы заработной оплаты, высокоплачма и так далее, все это должно быть у нас дозволенным путем, то есть в рамках шариата. И почему Всевышний Аллах сказал в Коране «Стях земля», то есть ешьте то, что на земле является дозволенным для вас, ешьте то, что на земле является дозволенным для вас. То есть здесь еще хочется вспомнить хадис, где пророк сказал, что поистине наступят такие дни, что когда сыновья Адама, то есть все люди, не будут вдаваться где дозволенное, а где запретное, то есть им будет почти практически без разницы, что на сегодняшний день мы с вами в принципе наблюдаем. Сегодня в действительности очень такая актуальная проблема, когда люди не смотрят где покупать дозволенное, допустим мясо, где покупать продукты питания, запретное, где оно дозволено и как зарабатывать правильно на жизнь дозволенным путем. Вот этому ко всему, к сожалению, люди значения не придают. Это очень важный момент, почему даже если из истории посмотреть сподвижников Рады Аллаху Ангу, мы знаем, что когда сподвижники тоже подразделяются, они были и богатые сподвижники, были и бедные сподвижники, были сподвижники, которые действительно уповали на Всевышнего Аллаха, ходили рано утром на работу, то есть за целый день они работая, могли домой принести только кусочек хлеба, чтобы прокормить свою семью и так далее. И вот в этот момент в истории передается, что когда сподвижники выходили из дома и рано утром, когда дети еще все спали и их жены настолько были праведными, что провожая своих мужей, они говорили, вот такое-то поистине мы с вашей семьей, с вашими детьми можем все перетерпеть. То есть можем перетерпеть и голод, можем перетерпеть холод, то есть, может где-то мы недосыпаем, недоедаем, но мы с вашей семьей, то есть детьми, боимся только одного, говорит «чего твой боишься, когда они спрашивают» – жены говорили «мы боимся огня ада». И тогда сподвижники передаются, что спрашивали, Почему ты вдруг вспомнила про огонь, ад и они сказали? Видя наше положение, что мы с вашими детьми где-то недоедаем, где-то недосыпаем, не хватает одежды и так далее, видя вот это положение, я, вы смотрите, праведные жены из подвижников говорили такие слова, мы боимся, что вы что-нибудь принесете домой из запретного, то есть из недозволенным путем. И мы обязательно вернемся к этому вопросу. Я напомню, дорогие телезрители, что мы в прямом эфире и вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать любой вопрос касательно нашей сегодняшней темы. Также вы можете нас просматривать не только в прямом эфире за экранами ваших телевизоров, но и во всех социальных сетях, это в Facebook, Вконтакте, на канале YouTube и в принципе задавать вопросы, звонить к нам с того места, где сейчас вы находитесь. Ярдинага, ну вот расскажите, как вы пришли вообще к предпринимательству, к бизнесу, с чего вы начали? Ассаламу алейкум, дорогие телезрители и саке. Вот мы пришли к бизнесу, как бы главной целью было упование на Всевышнего и Аллах на хадисе и в аяте говорится о том, что как бы будет давать баракат и благодать. Если правильно вести. Если правильно вести, да, не выходя из рамки ислама, как бы, потому что пророк Мухаммад, саламу ассалам, на хадисах упоминал, что ведите правильную торговлю и будет вам баракат. И как бы вот партнерами пришли к такому мнению, что к такой цели будет создать как бы в логистической сфере бизнес, тоже своего рода торговли. Мне кажется, логистика и торговля, она очень даже тесно связана. Тесно связана, да, так как древние наши предки занимались вот великим шелковым путем, и как бы это как бы долг был или как бы такой вот знак был, что тоже нам надо заниматься логистикой. И вот ведение бизнеса, если вести бизнес в рамках ислама, Аллах непременно все как бы даст баракат. Почему? Потому что ведение бизнеса в исламе, это нет там, сперва есть как бы... Ну вот смотрите, как вы начали. К примеру, человек простой, дорогой телезритель, тот же самый, который сейчас нас смотрит, он практически не знает, с чего начать свой бизнес, предпринимательство. В начале вот что вас подвигло? Какие вы документы готовили? Или вы просто накопили энную сумму денег и наняли юриста, нотариуса, пошли в нотариус, бумаги все эти заверили и начали? Или все-таки вы с корня начали где-то изучать, прошли через... Нет, главное вот интересно в чем, в том, что мы так сказать, может кто-то поверит, может кто-то нет, но без вообще ни единой копейки не начали. Главная идея была. Идея была и вера в Аллаха, и Аллах говорил, да, то, что мы должны заниматься, делайте баракат, мы будем вам давать баракат. Вот так примерно. И как бы нашей основной целью было сначала построить основной фундамент бизнеса, да, так построить крепко, чтобы она могла дальше работать и как бы, как сказать... Приносить доходы, пользу. Приносить доходы и пользу, вот главную пользу окружающим тоже мусульманам и тоже как бы нашим гражданам Казахстана, да. И в этой цели даже вот, пользуясь моментом, хочу как бы зарекламировать или как будет, работаем в этой сфере уже где-то 7-8 лет, вот так. А сейчас вот, пользуясь случаем, хочу пререкламировать, недавно был создан фонд под названием как бы Аслабастау, и в этом фонде... То есть благотворительный фонд. Благотворительный фонд. Главная цель этого фонда, чем отличается от аналогичных фондов, она... Этот фонд построен на торговле. От торговли, от дохода, от торговли, которая поступает, мы не то, что следует в налоговую, вот этот, на расходы мы оплачиваем, а основной доход будет уходить на благотворительность. Благотворительность детским домам, нуждающим, ну, кто мухтаж, да, вот этим людям. Отличная цель. И вот, как бы, много планировали, много бизнес-проекта защищали, но как бы, может, Аллах привел нам к этому, у нас все направления, сейчас три направления, и все три направления, вот, связаны с торговлей. Потому что Павел Марсалас сам говорил, что в торговле есть барракат, вы сами упомянули, вот, в начале программы, да. И, пользуясь случаем, еще скажу, что открыли хамасхана, да, как бы, общепить, там, продаем хамас, шпат, вот эти напитки. О, к этому вопросу мы обязательно вернемся, обязательно вернемся, вы нам расскажете, как вы начали второй ваш бизнес. Ну, вот мы, все-таки, вы упомянули о сподвижниках пророка Мухаммада, саллаху ассалям, давайте мы теперь поговорим именно о торговле, о той торговле, которой занимались еще в те давние времена, в 1400 лет назад, как занимался торговлей наш достопочтенный пророк Мухаммад, саллаху ассалям, с чего он начинал? Ну, во-первых, иншаллах, хочу пожелать удачи Елике в его начинаниях, иншаллах, и второй бизнес, пусть тоже, иншаллах, прозвитает. Вообще, на самом деле, нужно приносить пользу в обществу. И, что касается торговли, действительно, не зря Аллах сказал в Коране, ассазибилля халяллах, альбая, то есть, раз уж Всевышний Аллах сказал, что он дозволил торговлю, значит, поистине есть в нем барыка. И, на самом деле, все, из истории посмотреть, все пророки занимались сегодняшним языковым бизнесом, все они были трудолюбивы, все они занимались торговлей. Возьмите Дауду Алиссалям, он был кузнецом, то есть, он плавил, можно сказать, металл, железо плавил. В то же время он был правителем того народа, и в то же время он был хаким, то есть, выносил выводы судейские, выносил, в то же время занимался и кузнецом. И переводится в историю, что никогда в жизни Дауду Алиссалям другим путем не зарабатывал, то есть, он выносил вердикты, занимался справительством, и в то же время зарабатывал себе на жизнь. То есть, именно это в то же время и физический труд, и в то же время это и торговля, почему он продавал вот эти все изделия. И взять, допустим, Муса Алиссалям, он был пастухом, то есть, в этом тоже есть по-своему барака, пророк Алиссалям занимался, тоже торговлей из истории, мы знаем. То есть, каждый пророк, каждый посланник своего рода, они были специалистами той или иной профессии. Взять Ису Алиссалям, он был, мы знаем, скажем так, сегодняшним языком медиком, то есть, медицина в его время была очень сильно развита. Взять других пророк Алиссалям, ну, Алиссалям, допустим, занимался плотником, да, он какой корабль, ковчег построил, мы тоже знаем. И так далее, и там подобное. Что касается, действительно, торговли, что, во-первых, торговлю нужно, я, конечно, сам торговлей не занимаюсь, но то, что в Суни пришло, могу привести. То, что пророк Алиссалям очень часто делал дуга. То есть, ну, я имею в виду, что дуга, именно молитвы, чтобы торговля, она развивалась и так далее, чтобы процветало, такое в Суни как бы не встречается. Но в Суни пришло то, что, когда пророк Алиссалям переселился в Медину, и когда он царь их встречали, то есть, жители Медины встречали их, и он тоже в первую очередь встретился, ну, скажем так, с сегодняшним языком, с бизнесменами, с теми людьми, кто занимается торговлей. И в хадисе пришло дуга пророка Алиссалям, за них, которые он сказал для жителей Медин, именно, кто занимается торговлей. То есть, пусть Аллах, если условно это вспомнить, перевод будет, пусть Аллах дарует баракад вашим торговлям, и обязательно там упоминается именно про весы, то есть, обманывают в весах и так далее, это тоже страшный грех. Маша Аллах, у меня вопрос как раз-таки, Раке, извините, что я перебил вас, уготовлен вот сценарий у меня, я обязательно его задам вам. Но сейчас мы должны ответить на вопрос телезрителя, который у нас сейчас на линии. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, арахмату алахим. Алейкум, ассаляму арахмату алахим. Я хотела задать вопрос предпринимателю. У него есть филиалы в других городах Казахстана? А вы откуда вы к нам звоните? Откуда вы к нам звоните? Я звоню с Кокчетава. Маша Аллах, с Кокчетава звонит. Хорошо, очень хороший вопрос. Что есть, говорю? Есть ли филиалы в других городах? А, есть, да, филиалы. По всех городах Казахстана, где есть железные дороги, так скажем, СВХ. Филиалы, вы имеете в виду про логистику или как? Да, про логистику. Да, есть филиалы, да, во всех Казахстанах есть. Во всех городах Казахстана? Да, во всех городах Казахстана есть, имеются филиалы, сотрудники тоже наши имеются. Маша Аллах, это получается прям большой холдинг. До холдинга еще не дошли, но за 8 лет уже прилично такая команда собралась. А вот смотрите, вы говорите о команде, да, команда собралась. В начале, вот, у истоков кто стоит, сколько людей, или сейчас в наше время, ну и не только в наше, люди привыкли как бы думать вот от такой мысли, я один, да нет, подожди, один ты, внутренний какой-то голос, он говорит, да нет, один ты в поле не воин. Тебя там волки прям разорвут и все. И как-то боятся, что ли, начинать одним. Или вы все-таки вот один начали, или с компанией друзей? Ну вот, и у истоков у нас вот друг был, с детства, которые дружили вместе, в одном классе были, учились. Вот с ним как-то решили, вот, я как бы устроился сперва в госслужбу. Ертен, извиняйтесь, пожалуйста, у нас телефоны начинаются, вот только прям телефонные звонки. Мы вернемся к этому вопросу, а сейчас мы прервемся на телефонный звонок. Ассаляму алейкум ва рахматуллах, наш дорогой телезритель. Ассаляму алейкум. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракат. Я бы хотел задать вопрос. Задавайте. Если у меня не получается в бизнесе, что мне делать? Как не получается, еще раз. Если у меня не получается в бизнесе, что... А, если у вас не получается в бизнесе, вы задаете все те вопросы, которые у меня в сценарии. Спасибо вам большое. Вы облегтили мне мою работу. Итак, значит, дорогой телезритель, говорить, что если у него не получается в бизнесе, что ему делать? Это, скорее всего... Бизнесмену. Да. Ну, как бы, если не получается в бизнесе, вот в Коране упомянуто, что надо обращаться тем... Вот надо узнать способности своей, вот, да, свои способности, к чему они. Вот у каждого человека какая-то склонность. Его Аллах одарил чем-то, да, вот, может кто-то... Может заниматься поваром, да, или, как бы, или этот мастерством, или кто-то мебель делает. Вот надо найти свою нишу. Не стремиться к тому сейчас, к любому молодому, скажем так, выпускнику задать вопрос, все хотят стать прокурорами, или нефтяниками, или там еще айтишниками, да. Ну, я не говорю, что эти направления плохие, да, они хорошие, но каждый человек должен знать, к чему он способен, да, к чем его Аллах одарил, да. Вот надо вот узнать, по-моему, вот такой ответ больше. Ну, вот, да, Ракин, с чем нас Аллах... Извини, перебью, то, что, да, у меня вот, не знаю, с детства хорошо получалось с людьми общаться, да, как бы, договариваться, или, как бы, мирить друг с другом, кто ссорится, да, или что-то взять по дешевке и продать, это чуть-чуть подороже, да, как бы, с детства было. Ну, и потом, как бы, Аллах поставил, наверное, такой, наверное, путь. Коммерсантское искусство, коммуникабельность, да. Что-то такое было. Вот, дорогому телезрителе, вот такой ответ, то, что надо знать, но не надо, чтобы, как бы, комплексоваться, да, например, чем-то, как бы, обувь шить, да, например, может, у нее хорошо получится, может, у нее потом дальше двигаться будет, как бы, большое продвижение будет, и, может, большую обувную фабрику поставить, может быть. Вот такое вот примерно вы поняли, да. Ну, вот, Ракин, что еще может делать человек? Духовно, что может? Возможно, сделать какую-то причину, дуан сделать. Во-первых, самое главное здесь, наверное, нужно предусмотреть упование. Упование, да. Почему? Потому что, как сказал Священный Аллах в Коране, то есть уповайте на вечно живого, который не умирает. То есть вечно живой, это Священный Аллах, и Аллах говорит, уповайте же на него, который не умирает. И Пророк Слава Асимов говорит, что если бы вы должным образом, то есть уповали на Всевященную Аллаху, то бы Аллах накормил бы вас, как птиц. То есть мы знаем, что птицы рано утром вылетают из своих гнезд голодными, и вечером возвращаются свои гнезда сытыми. То есть в желудке у них настолько, они сытыми возвращаются. И действительно, не может быть такого, что раз уж Священный Аллах всех нас создал ради того, чтобы мы поклонялись только Ему, и не может быть такого, чтобы не было нашего удела, нашего риска на земле. И даже Аллах предоподелил риск птиц, видите. И здесь самое главное Пророк Слава Асимов говорит, если бы вы уповали достойным образом, то есть уповали так, как уповают птицы, а они уповают. То есть у них нет уже, допустим, как мы утром, человек уходит на работу и узнает, что дойдет до работы, возьмет заработную плату и вернется, и так далее. А птицы, на самом деле, животные, готовы уповать на Всевященного Аллаха, но нет такого дня, чтобы они возвращаются голодными. То есть риск ихний Аллах предопределил. Поэтому здесь самое главное, наверное, надо уповать на Всевященного Аллаха и надеяться на Всевященного Аллаха. Конечно, как ученые нам это объяснили, надо делать дуга, то есть обращаться ко Всевященного Аллаха, чтобы Аллах одарил его, чтобы у него то, что Всевященный Аллах облечил ему в его задуманных деяниях, как в его случае, бизнесом. И, конечно, уповать на Всевященного Аллаха и ждать результат Всевященного Аллаха, и, конечно, делать действия. Вот самое главное. Не стоять на месте, не сидеть, не спать, а действовать. Здесь хочется вспомнить слова Омра им. Хаттава, величайший спецподвижник и правильный халиф всех верующих мусульман. И у него были слова примерно вот такие. Он говорил, вы прекрасно знаете, что с неба вам не будут падать золото. И, зная прекрасно об этом, вы просто-напросто сидите дома и молите Всевященного Аллаха. Сперва он задает вопросом. Наоборот, вы должны делать дуа, это все правильно, но просто сложа руки и сидеть, просить Всевященного Аллаха, пока золото не будет капать с неба и так далее. Это все ошибочное мнение. Человек, во-первых, должен делать дуа, то есть, чтобы это все по воле Всевященного Аллаха произошло. Во-вторых, человек должен делать действия. И, в-третьих, уже ждать результат у Всевященного Аллаха. Но самое главное, мы должны обращать внимание на то, что эта работа должна быть дозволенной, то есть, честной. Будь это бизнес, будь это другая сфера, это должно быть честным. Заработок должен быть честным, заработанный. Тогда в нем будет благодать. Тогда непременно в нем будет благодать, в нем будет барака. И не зря, вот как мы в истории же приводили, что все пророки занимались действительно торговлей, и все пророки действительно были хозяевами какой-то сферы, профессии и так далее. На самом деле, пророки – это самые близкие люди ко Всевященному Аллаху. На самом деле, многие люди могут подумать, раз уж они пророки, близкие к Аллаху, они могли, в принципе, не работать, люди бы их сами кормили, а Аллах мог бы… А кто будет примером-то? Вот. Примером. И как раз хочется сказать, что действительно пророки сами были примерами, и они работали как физически, так и духовно, они все вместе несли и объясняли людям. Поэтому здесь внимание самое… Можно оцент сделать на то, что наша работа, которую вы выполняете, самое главное, она должна быть дозволенным и незапретным. Ну вот мы сейчас сталкиваемся с такими моментами, есть притесненные люди. Опять же, если касательно этого вопроса, задаваемого дорогим телезрителям, притесненным, то есть он выполняет, да, определенную работу, но тот же работодатель, тот, кто нанял этого рабочего, не выплачивает ему вовремя денег. К сожалению, да, такие ситуации тоже случаются. То есть к нам, в центральной мечети города Алматы, тоже люди очень много обращаются, которые тоже заработную плату не получили, или остались на улице, не могут доехать до дома и так далее. Серьезно, такие ситуации много. Хочу сказать работодателям, да, и пророк Салаллаху Валий Васильяму сказал, то есть призывает к тому, что говорит, чтобы мы должны оплачивать труд человека, пока его пот на лбу не высохнет. То есть это непременно быстро нужно оплатить его труд, ибо действительно, если у человека плохие замыслы, то, что он, допустим, выполнит свою работу, а потом не будет отдавать ему заработную плату, честно, которым он трудом заработает и так далее, как говорится, сивечным языком это ему боком вылезет. Где-то, когда-то это ему обязательно вылезет. То есть сивечный Аллах проведет. Ну или бывают же люди, да, которые говорят, что-то вот в жизни не получается, что-то не идет, да, может это взаимосвязано. Все это как раз зависит от вот этого. Или же, наоборот, человек не выплачивает, допустим, бизнесмен в нашем случае, не выплачивает закат, не выплачивает, не дает садах. А сивечный Аллах сказал в Коране, «Стая земля, И не достигнете вы благочестия до тех пор, пока не будете выплачивать из того, что вы любите». То есть человек, раз уж бизнесмен, у него есть имущество, у него есть деньги, какие-то сбережения, он должен выплачивать закат. То есть закат – это налоги к Аллаху, не к народу, не к экономике, это отношение не имеет, а действительно садаха, закат. Аллах говорит, «Лянтанэ лэгбирра» и вы не достигнете благочестия, пока «Хатта тунфикум мима тухибун», пока не будете расходовать, выплачивать из того, что вы любите. Или же человеку, чтобы у него процветал бизнес, чтобы процветала торговля, нужно выдавать садаха, выдавать закат, в первую очередь. И второе, он должен своевременно выплачивать заработную плату своим рабочим. И пророк Салава Холесом не зря сказал, выплачивайте заработную плату вашим рабочим до тех пор, за его труд, до тех пор, пока пот на его лбу не высохнет. Понимаете? То есть это все нельзя ни в коем случае затягивать. Но если, конечно, у них определенная договоренность есть, это уже другой вопрос. Существует ли какой-то этикет Дуа? Дуа на счет имейте в виду торговли? Да, торговли. Самое главное, вот у нас тоже бытует такое, это все, конечно, от неверности, от глупости. Допустим, я думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вот идешь на рынок покупать какую-нибудь одежду себе, заплачешь деньги, возьмешь то, что ты приобрел, и вот торговцы, может это продавцы, может хозяева, вот берут купюру и начинают, как бы сказать, шаманизмом заниматься, протерять все другие вещи. А, то есть, да, да, оно привесет пользу, прибыль. Или там копилка какая-то стоит, и так далее, и так далее, и так далее. Когда вот видишь, ну сразу же мы объясняем, что в этом нет ничего благого, то, что это все заблуждение, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то принимает, кто-то не понимает. Хочу сказать то, что пророк, салаллаху, алейхи салам, нас учил, как выходя из дома, каждый мусульман, будь это будет торговцем, в школу, в институт, на работу, в услужащий, и так далее, и так далее, человек должен говорить перед выходом из дома, «Бисм Аллахи, таваккалту аля Аллахи, ла хауля в ла кувата илля биллах». Ярден, расскажите, вот с чего вы начинали, с кем вы начинали, точнее, один или с группой друзей, там, знакомых, родных, близких? Ну, да, вот как бы после окончания университета, да, я устроился сам на госслужбу железнодорожной отрасли, вот оттуда появилась идея найти, как бы, дополнительно открыть бизнес в сфере этой же логистики. Вот, как бы, всегда друг был рядом со мной с первого класса, Талат зовут его, вместе начинали, вот, открыли фирму, оформили, как положено, и основной нашей целью было, как бы, сперва познакомить себя и произвести, как бы, впечатление, клиенту, сперва просто пойти поздороваться, ассалам алейкум, спросить, как у него дела, и потом только предлагать свои услуги. Вот, потихоньку, как бы, в отношении, строя отношения с людьми, в то же время с клиентами, уже, у нас уже параллельно складывался предпринимательство, бизнес, уже начали появляться объемы, от чего? От того, что люди верили, да, нам. Главной фишкой того, я скажу, то, что люди знали, как бы, обращаются, о, намасханы, да, о, намасханам можно верить, давай с ними работай, потому что в нашей стране, сейчас в наше время такое, что много кто обманывает, кто-то этот, нечестно бывает с клиентами, вот, 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 получается, ислам, тоже нам, как бы, была опора, стала гарантом между клиентами и нами, да, и вот, так бы, вот так и пошла бизнес у нас, работа от этой логистики, даже, когда у нас к офису приходят... То есть, вы не вкладывались ни копейки? Нет, я вот, честно скажу, ни копейки не вкладывались, но, конечно, не сразу все свалилось, да, потихоньку, годами нарабатывался опыт, и клиенты тоже нарабатывались, и основной, главной целью надо учесть в тот момент, что надо знать то, что хорошее или плохое, это все от Аллаха, да, значит, хайр, да, у нас, и у многих бизнесменов тоже встречается, что, ну, контракт срывается, или договор как-то не заключается, и это где-то что-то не складывается, как запланировалось, но, если, как бы, мы в исламе, да, знаем, что это хайр, если надо это знать от Аллаха хайр, обязательно Аллах познаграждит за это, что, как бы, есть же пословица, что не делайте, все к лучшему, да, вот это вот пословица, как бы, из ислама азиата, по-моему, много было, контакт срывался, и мы думали, блин, как так, мы же годами, месяцами шли к этому контракту, и срывается, и определенное время проходит, год, наверное, или полгода, или месяц, Аллах вообще с другого, как бы, ракурса, или направления, нам другое направление, доход дает. Ну, то есть, смотрите, вы 8 лет на рынке Казахстана, занимаетесь вот логистикой, перевозкой получается, да, занимаетесь, перевозкой, растаможкой, растаможкой, то есть, изначально, вот, что вам потребовалось, как вам вот документы, куда вы пошли, все вот это сделали, возможно, кто-то еще там сидит молодой и думает, как же мне заняться логистикой, а я хочу, то есть, ну, если там, прям по пунктам пройти, сейчас, как бы, этот, спасибо нашему президенту, да, вот, Эльбасе, Нарстановичу Назавраеву, он многие ворота открыл, можно работать с Китайской Народной Республикой, с Российской Федерацией, сейчас, да, вот, есть интернет-магазины, есть, основной целью логистики это доставка, да, доставка от двери до двери целисти и сохранности, сейчас, у меня много друзей, кто ушли тоже в госслужбе работали, много кто ушли, получив опыт с государственной службой, ушли в частное предпринимательство, они, например, как делать, я вот подскажку дам, то, что вот сейчас торговая зона аж открылась в этом, в Харгосе, они вот так, к примеру, простыню берут, там, покупают, там, за 3 тысячи тенге, там, полный багаж, на машине приезжает, там, 3 тысячи тенге на расходы уходит, здесь по 5-6 тысячи, продают, и как бы местным жителям тоже удобно не ехать за 1 простыню за 3 тысячи туда, и здесь как бы сверху переплатить, вот это и является логистика. Что еще может делать именно торговлю вообще благодатной? Ну, я хочу добавить к словам Иреки, то, что тоже из истории приводится история, хадис, где гласит, что однажды в мечеть во время пророка Мухаммада, алейхиссарат, однажды в мечеть пришел один бедуин, бедуин, то есть не араб, пришел в мечеть, и об этом узнал пророк Мухаммад, алейхиссарат, алейхиссарат, выглядел он как путник, то есть был неопрятно одет, то есть был весь обросший, видно было по нему, что он очень долго странствовал, и пророк салалу алейхиссарат, общаясь с ним, спросил, что с ним, и на ответ он сказал, что у него нет определенной работы, то, что он очень сильно страдает, и так далее, и пророк салалу алейхиссарат, сказал, то есть не сказал пророк салалу алейхиссарат, дал ему в руки, смотрите, веревку, и дал в руки топор, затем ему сказал, возьми в руки топор и веревку, и вступай за дровами, а затем продай эти дрова, выручку ты возьмешь себе, и занимайся вот этим вот делом, точно так в истории приводится то, что этот человек взял в руки веревку и топор, пошел за дровами, наколол дрова, затем пришел на рынок, начал продавать дрова людям, и в истории передается, что он стал сподвижником порока Мухаммада, то, что он уверовал в порок салалу алейхиссарат, и стал сподвижником порока Мухаммада, салалу алейхиссарат. Здесь, говорится, опять, это тоже своего рода бизнес был, да, в тот момент, и самое главное, здесь порок салалу алейхиссарат опять нас призывает к честному труду, то есть, как это сегодня, ну, в принципе, исходя из этого хадиса, мы в последнее время тоже в центральной мечети города Алматы начали практиковать вот эти вещи, как, я хочу сказать, что порок салалу алейхиссарат сказал в одном хадисе, не подобает мусульманину опускаться до того, чтобы просить подаяния, попрошайничать, опускаться до такого нельзя, ни в коем случае. Пророк салалу алейхиссарат порицает вот эти вещи, в исламе это все порицается. И как наша мечеть... То есть, все части тела у тебя здоровые. Да, 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 да. Как я сказать, к этому хочу прийти, в центральную мечеть города Алматы обращается очень много людей, очень много людей, действительно, которые приходят, обращаются за помощью. И именно в последнее время это в финансовом положении они обращаются за помощью. Именно кто-то в пути остался кому-то на лекарство, кому-то на дорогу и так далее. И вот, когда приходят парни здоровые, у кого руки, ноги целые и просят билет купить от РАУ, на Тальгу и так далее. На Тальгу. На скоростной поезд, вообще практически удивляешься. В принципе, отругать и прогнать с мечети тоже как бы нельзя. Неэтично. Это все, конечно, в принципе, неэтично. Человек пришел в дом Аллаха, не знаю, конечно, мы не знаем, что у него на сердце. Я хотел сказать, что мы практикуем вот эту вещь в последнее время, как исходиться, тоже как бы предлагаем в первый раз, в первую очередь, потом как бы даем ему в руки орудия труда, веник, лопату и не заставляем, просим, чтобы он, допустим, на территории мечети подмел или там комнату для омовения почистил и так далее. И потом, в конце, когда он заканчивается, ну, помогаем ему. Во-первых, это, во-первых, он не попрошайничал, что противоречит Сунни. Заработал за ним. Во-вторых, он, честно, заработал. И потом покупает себе билет и езжает спокойно домой. Ну, то есть там и человека можно проверить. В принципе, да, человеку можно проверить. Нуждается ли он или нет в помощи? Да, ну, хочу сказать то, что именно вот этот хадис не нужно забывать. Да, человеку, может, в жизни порой разные у кого-то судьбы бывают. Где-то тяжело, где-то человек не досыпает, не доедает, может, не хватает и так далее, и там подобное. Но не может быть так, что ваш риск кто-то отберет. То есть, раз Всевышний, Аллаху, 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 то, что вы поклонялись ему, то обязательно есть ваш риск, есть ваш удел. И просто нужно искать, делать причины, создавать причины, свой удел нужно просто искать именно дозволенным путем. К сожалению, вот хочу сказать вот насчет пророка, саллаху, аллаху, аллаху, когда Ибн Масхуд, рода Аллаху, вангус, подвижник, я чаще спросил пророка, саллаху, аллаху, 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 он сказал, что является великим грехом. Православа сказал, туда входила зина, при любодяне, туда входили спитные напитки, всех заниматься колдовством и так далее. И последний православ сказал, это та мать, которая убивает своего, убивает своего ребенка, боясь из-за того, чтобы прокормить его. Это на сегодняшний день можно назвать абортом. То есть по статистике аборт у нас вообще, не знаю, средняя айси, кажется, на первом месте стоит. То есть многие молодые мамы, да, мы сейчас подхонку уже переграставим в другую тему. То есть давайте, давайте мы, Руслан, вернемся. никогда не нужно забывать, что у каждого человека есть свой риск, есть свой удел. он предписан, от него никуда не убежишь. Нужно просто честным, дозволенным путем зарабатывать, искать и делать причины. Архамдуля. Как смотрит ислам на торговлю в рассрочку? Именно в торговле имеете в виду? в рассрочку. Или давать деньги в рассрочку? Нет, в торговле в рассрочку. Под реал, примерно, да? Да. Под реализацию. Скажешь его под реализацию? Она так, потому что рассрочки нету в торговле, но под реализацию так. Ну, здесь, наверное, я думаю, как Аллах сказал в Коране, то есть, если в данном случае в торговле отсутствует рассрочительство, то есть, проценты, если они отсутствуют, то, в принципе, проблем нет. Дальше заниматься можно, как уже выглядит. Ердин Ага, вопрос звучит в ваш адрес. Расскажите о правилах этикета между продавцом и покупателем. Можно даже перечислить. Этикеты, да? Ну, как бы, мы в исламе, мы на намазе, прежде всего, мы мусульмане, да? Первый, как бы, этикет, если перечислить, надо, ну, как бы, поздороваться, алейкум, 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 не выходить за рамки ислама, да, то, что предписано было в Уране, или сказано о хадисах пророках Мухаммад, салу и салам, сперва... То, что клиент всегда прав, это как? Нет, клиент не всегда бывает прав, надо свои эти, как бы, позиции всегда при этом, при общении, или при знакомстве клиентами, или ведении дела, надо всегда свои позиции жестко ставить, Жестко ставить, на переведение, извините, но, как бы, тоже не грубить, да, как бы вежливо, быть вежливым, быть вежливым, да, всегда надо, вот, первое слово, как на тренингах учить, хотя я не участвовал на тренингах, жизненный тренинг научил, что вот это слово нет, или нельзя, вот это никогда нельзя употреблять, да? Мы не будем употреблять, к сожалению, наши 50 минут эфира уже подошли к своему логическому завершению, поэтому я очень рад, что вы сегодня посетили нас, телеканал Асларна, нашу программу Мангельс де Маселе, пусть Аллаху Таля дарует просвет и просветание вашему бизнесу и всем вашим начинаниям и всем нашим начинаниям. До скорых встреч, дорогие друзья. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok